привет друзья с вами виктория сегодня я буду готовить яблочный пирог невидимый если вы любите яблоки то оставайтесь со мной невидимый пирог называется потому что в нем очень мало мало теста и много яблок в конце я попробую пирог расскажу вам свои впечатления приготовления пирога нам понадобится конечно же яблоки пять штук сахар 50 грамм 2 яйца 20 грамм сливочного масла 100 миллилитров молока сок лимона ваниль ваниль по вкусу можно не добавлять разрыхлитель щепотка соли мука и сахар у меня коричневый сахар формочку которую я буду использовать эта формочка диаметром 16 сантиметров также можно взять формочку диаметром 18 сантиметров или 20 сантиметров больше формочку большего диаметра я не рекомендую вам брать иначе получится пирог низковатым и будет не очень красиво сначала я займусь яблоками яблоки нужно очистить и я сначала очищаю разрезаю на четыре части удаляю сердцевинку и потом я вам покажу как я их буду нарезать очень удачный потому что часто остаются яблоки которые уже вот как у меня такие не совсем уже хочется их просто так есть видите такие немножко подряд шеи так скажем когда такие яблочки остались можно сделать яблочный пирог или вот такой пирог как я сейчас готовлю будет очень хорошо так разрезаю на четыре части сначала как я сказал и вот так убираю сердцевинку затем беру яблоки и вот так вот тоненько тоненько нарезаю их совсем тоненькие некоторые делают на специальных терках у меня я вот попробовала на терке как-то не получается боюсь порезаться смотрите осторожно ну что друзья самое сложное мы сделали в этом пироге час нам нужно сбрызнуть яблоки соком лимона так в итоге я отжала сок лимона вот так потому что иначе неудобно зернышки просачиваются и потом их вытаскивать из яблок неудобно соком лимона поливаю яблоки хорошо перемешиваю все брались теперь будем замешивать тесто выбиваем два яйца в емкость важный момент берите емкость побольше потому что потом когда мы замешаем тесто нам надо будет добавить все яблоки и перемешать и чтобы у вас яблоки поместились в емкость я яблок много нужно взять емкость сразу большую берите большую емкость в двум яйцам добавляем сахар если у вас нет коричневого сахара то естественно можно добавить обычный белый сахар коричневый сахар придает приятный вкус и аромат тесту добавляю еще щепотку соли и взбиваю взбиваем хорошо все до пышности миксер выключаем больше он мне понадобится добавляю растопленное и остывшее сливочное масло 100 миллилитров молока молоко должно быть комнатной температуры и немножечко экстракта ванили я добавляю но это по желанию мы любим с ванилью перемешиваю венчиком просеиваем муку и разрыхлитель разрыхлителя понадобится 11 грамм можно дополнительно еще добавить много сока лимона но я добавила много сока лимона в яблоки поэтому дополнительно сок лимона больше добавлять не буду хорошо перемешиваю все тесто готово оно не должно получиться густым вот посмотрите видите оно такое жиденькое я советую вам все делать именно в такой очередности сначала почистить и нарезать яблоки сбрызнуть их лимоном это тоже один из таких как бы секретиков что ли и чтобы разрыхлитель не очень в тесте долго находился потом быстренько это все смешать и залить форму яблоки у нас уже готовы яблоки выкладываю в тесто хорошо все перемешиваем такая масса должно у вас получится и сейчас по ее будем выкладывать формочку формочку хорошо смазываю сливочным маслом переложила ее пергаментной бумагой и сейчас присыплю немного мукой излишки муки я стряхнула и сейчас прикладываю тесто формочку духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов и теперь вот так нам надо все хорошенечко разровнять давим выпекаться пирог заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут так пирог у меня выпекался час и пять минут при 180 градусов потому что у меня формочка маленькая формочка 16 сантиметров диаметров и чем этот пирог выше тем он дольше будет запекаться и сейчас мы его достанем смотрите вот у меня такой румяненький получился красивый можно запекать если вам хочется чтобы было еще более поджаристо еще немножко также сверху можно положить кусочки сливочного масла чтобы корочка была более насыщенного золотистого цвета достаю пирог оставляю его остывать формочки хотя бы на 30 минут и потом буду его доставать и вам показывать пирог оседает так что количество яблок яблок много но это кажется так сразу что много но на самом деле это немного это нормально потому что если вы положите меньше яблок будет он еще осядет еще будет более низкий осторожно достаем чтобы ничего не нарушить пирог у нас оставался красивым перекладываем с помощью двух тарелок сначала вот такая красота у нас получилось посмотрите и теперь моему даю полностью остыть потом будем пробовать как обещала сейчас я пирог попробую расскажу вам какой у него вкус сейчас я немножко поближе вам поднесу смотрите очень вкусно я очень люблю яблоки и выпечку с яблоками а это готовится очень просто самое сложное в этом пироге это нарезать яблоки осторожно тоже также когда вы его будете доставать формочку надо полностью застелить и по бокам и внизу бумагой потому что доставать его довольно таки сложно все остальное готовится очень быстро и легко все смешал и поставил в духовку и забыл на час а потом забыл еще на полчаса достал и пожалуйста очень вкусный десерт завтрак полдник очень очень вкусный пирог тесто получается немножечко влажноватая такое даже немножко похожа на крем текстура очень очень вкусно очень рекомендую попробовать этот рецепт ставьте лайк не забудьте подписаться на мой канал спасибо что смотрите меня всем желаю приятного аппетита и до новых встреч пока пока